привет всем ребят посмотрим сегодня как будет youtube выводить возможно точно также эфир сорвется на ю тубе потому что по определенным причинам меня блокирует но вы пишите вопросы вопросы все равно я буду ваши видеть и если не получится сейчас то буду отвечать тогда в следующем эфире добрый вечер всем из уфы добрый вечер очень здорово что с разных уголков ребят сразу же можете писать вопросы я пока по с вами поболтаю а потом как раз по отвечаю на вопросы вот во первых мне бы с вами хотелось поговорить о том что я столкнулась с тем что очень часто вы думаете о каких-то вещах предполагая какие-то вещи уверены в том что другой человек к этому относится также как как вы себе надумали это касается самых обычных самых банальных вещей столкнулись мы вот с чем вы же все прекрасно знаете да что сейчас уже подходит время к ретриту ретрит будет московский сначала потом будет сочинский вот и столкнулись с тем что один человек такой горит так я как бы еду на ретрит администратор его спрашивает горит а как ты ты же вроде не зарегистрировался он горит так я приеду я же вроде как я же я на сочинский ретрит еду я же сочинский просто потом приеду и все так вот ребят такого у нас к сожалению не может быть не потому что мы такие вот звезды и вот нам нужно обязательно чтобы там вы регистрировали чтобы мы там еще что это нужно для банальных вещей чтобы забронировать места и на сегодняшний день мы московск где будет московский ретрит мы его перебронируем потому что мы сначала забронировали одно место оно очень клёво оно интересно оно здоровско но сейчас мы понимаем что мы туда не поместимся и мы сейчас выбираем другое место да но для нас нет на получается практически в два раза дороже мы не можем больше найти по такой стоимости но тем не менее вот эти процессы есть и если вы хотите если вы надумали ехать на ретрит то пожалуйста регистрируйтесь пожалуйста бронируйте места потому как у нас уже были случаи что ребята приезжали в самый последний день последние два-три дня регистрировались и не было мест просто уже в этом в этих центрах где мы проводили не потому что мы бы не могли взять а потому что там еще были другие группы и для нас для нас уже мест не осталось вот и мы решили посмотреть сколько у нас таких смельчаков есть кто думает что они что они уже точно решили ехать на реку но прервалась трансляция давайте еще раз мы решили посмотреть сколько таких ребят которые уже определились что они поедут на ретрит но по каким-то причинам еще не зарегистрировались так вот для вас ровно на сутки с двадцати двух часов сегодняшнего дня до двадцати двух часов завтрашнего дня кто зарегистрируется забронирует место на московском ретрите сейчас мы говорим про московский ретрит про первый для тех будет бонус лично от меня будет глубокий разбор одного вопроса личного это может быть не не в процессе самого ретрита это может быть после ретрита это как-то мы уже согласуем насколько это будет актуально вот но это будет вот такой вот бонус для вас зарегистрировавшихся вот в в в эти двадцать четыре часа то есть с двадцати двух часов с сегодняшнего дня до двадцати двух часов завтрашнего дня вот но тот кто уже зарегистрировался либо зарегистрируется позже вы не для вас там тоже будут определенные моменты но это я уже потом расскажу вот поэтому регистрируйтесь на московский ретрит в течение тех суток кто уже надумал зарегистрироваться вот и будет вам счастье вот вот так алексей букин всем привет а что подразумевается под депривацией сна то есть полностью исключить сон либо периодически подсыпать час или два в сутки и как лучше перейти сразу или уменьшая постепенно ну во первых про сон у нас будет уже он скоро видимо начнется марафон депривация сна и там я буду рассказывать о всех вот этих вот штучках что такое депривация сна это убирание сна насколько вы его уберете это уже ваше вы поймите нет нет четких 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 рамок и четких границ но я вам могу сказать однозначно когда вы минимизируете питание либо убираете его то тело выходит на определенное на новый на новый виток проживания оно у вас по-другому начинает реагировать абсолютно на все и у вас уже либо нет сна либо он совсем минимальный перезагрузочный по определенным причинам но вы уже не падаете в сон вам не снятся сны вы не уходите на шести тем более восьмичасовой сон у вас уже такого нет у вас другие процессы запускаются в теле и об этих процессах я вам буду рассказывать на марафоне депривация сна а на ретрите я вам буду это показывать что происходит у вас в теле это уже абсолютно другое другое восприятие себя так ребят не стесняйтесь задавайте вопросы и еще по вопросам по вопросам когда какой то вопрос задали я сейчас наверное его даже и не вспомню задали вопрос мне под был эфир на канале просветление и там была тема расстрел богов там я раскрыла тему раскрыла раскрыла видение с другой стороны это не единственное мое видение определенной темы и я вам уже говорила что я раскрываю каждую тему с разных граней кому то с одной стороны зайдет кому то с другой стороны зайдет и под этой темой очень много ну не очень много были комментарии достаточно такие гневные и мне в личку написали несколько человек прямо мне говорит сетлана почему вы не отвечаете на эти комментарии почему вот вам вот это вот пишут неужели они не понимают о чем вы говорите неужели там еще что то как вы справляетесь с такими комментариями как еще что то ребят эти комментарии они всегда адресованы не мне смотрите любая критика что такое критика в вашей жизни любая критика в вашей жизни она не относится к вам вся критика которая происходит вокруг вас это все то что вы смогли всколыхнуть какими-либо вашими действиями каким-либо вашим проживанием и все что происходит вокруг вас это всего лишь волны которые исходят от вас вот вы камушек бросаете в воду и от этого камня идут волны и вот все что происходит вокруг вас критика какие-то благодарности какие-то любые любые иные действия все что происходит вокруг вас это всего лишь волны волны которые исходят от вас Если вы готовы их принять к себе, притянуть, это уже другой процесс Тогда уже задавайте себе вопрос, почему вы их притягиваете Почему вы не в наблюдении этих кругов, которые исходят от результата ваших действий Всегда все, что происходит с вами Любая ситуация, вся ситуация, которая происходит с вами Это всего лишь круги от вас От вашего выбора, который был сделан в прошлом Прошлое, это уже мгновение назад, это уже прошлое Выбор вы делаете всегда в прошлом Никогда вы его не делаете в настоящем и никогда не делаете в будущем Выбор это всегда прошлое Круги, это всегда результат настоящий Вы всегда их можете быть в наблюдении этих кругов Когда вы в наблюдении этих кругов За счет этих кругов вы можете выскочить из этого водоема На энергии этих кругов вы можете выскочить из этого водоема Чтобы посмотреть, что происходит вокруг вас Встать в позицию наблюдателя Позиция наблюдателя Это не когда вы на себя смотрите сверху и смотрите А в какой позе я сижу, а как я одет, а как я выгляжу Это очень мелко Мы не про это говорим Позиция наблюдателя, когда вы наблюдаете весь мир, который происходит в вашем мире То есть если в вашем мире вы отслеживаете, что в какой-то точке земли Например, идут военные действия Это ваш мир Вы можете выйти вот сюда И посмотреть, какие вы сделали действия По отношению к той точке мира В которой идут определенные действия Вы Понимаете о чем? Понимаете, какую глобальность вы можете затронуть? Какую глобальность вы всегда упускаете Когда думаете, что вы Это просто вот эта вот маленькая песчинка За которой вы можете наблюдать Когда вы можете прочувствовать только О, отсидел ли я жопу? Ой, чешется ли у меня рука? Вот какой я наблюдатель Как я хорошо понаблюдал Это ничто Наблюдатель — это когда ты выходишь из своего вот этого вот водоема И смотришь за кругами За результатом кругов Кто-то что-то говорит, кто-то что-то делает Все, что происходит в твоем мире Изготовление новых колясок Тест-драйв новых машин в какой-то стране Открытие какого-то Какого-то нового явления Все, что ты смог зачерпнуть своим вниманием Это всегда результат тебя Когда ты поймешь Как результат тебя работает на то, что ты даже не предполагал Ты еще вчера не предполагал, что сегодня Какая-то группа ученых Выведет определенную формулу чего-либо Нового воздуха И тогда у тебя возникает вопрос Я как на это повлиял? Я об этом не знаю Я об этих ученых не знаю Я не знал, что вообще воздух бывает разный Молекулярный состав, который можно брать с разных континентов И с разной ширины и высоты Земли Как я мог на это повлиять? И вот когда ты будешь понимать глобализацию себя Только после этого ты можешь понимать Как ты влияешь на все, что есть в твоем мире И вот этот как раз и есть наблюдатель Не вот этот вот точечный Когда ты вот в точечного наблюдателя смотришь И говоришь, все внимание туда Куда внимание, куда энергия Там и какая-то фигня с вами происходит Это мелко, ребят Вы всегда останетесь в той точке Вы всегда будете следить просто за вот этим вот своим маленьким аватаром Который и вы не сможете повлиять Как вы сможете повлиять на свой мир Если у вас концентрация внимания только на себе А твой мир-то это разве не ты? Все, что происходящее в твоем мире, это не ты? Почему ты смотришь настолько мелко? Почему у тебя стоят вот эти вот ограничители? Почему наш мозг вот так вот ограничивает? То есть смотрите, у нас мозг как работает? Мозг чаще всего идет в разногласиях с телом Я уже говорила, у нас нет функции у тела болеть Вообще она отсутствует Но мозг сделал так, что тело начинает рассыпаться по определенным причинам Несостыковка головы и мозга То есть мы боимся тех вещей, каких-то вещей боимся И тело из-за этого сделать не может Ну, к примеру, вот есть, не знаю, там есть какая-то ступенька И ты из-за своего страха не можешь на нее запрыгнуть Например, в спорте вот эти вот кубики стоят Где вот эти вот берпи делают и запрыгивают Ты понимаешь, что человек тоже с такими же ногами Может быть меньше тебя ростом Может быть толще, худее Неважно, он запрыгивает на вот этот куб А ты запрыгнуть не можешь Ты же не можешь запрыгнуть Не из-за того, что у тебя физически не хватает сил Никогда так не работает Ты не можешь запрыгнуть, потому что твой мозг не дает У твоего мозга становится ограничитель Но если ты отойдешь Вот, например, куб там, я не знаю Там 30 сантиметров Если ты отойдешь от этого куба Просто отойдешь и встанешь перед зеркалом И начнешь просто прыгать Ты увидишь, что ты прыгаешь намного выше, чем вот этот вот куб стоит Просто твой мозг убрал, что тебе нужно запрыгнуть Он понимает, что просто нужно прыгнуть И это не опасно для мозга Он так считает То есть твой мозг считает, что это не опасно И ты начинаешь прыгать И в жизни, в вашем мире такие же несостыковки То есть вы себя ограничили своим тельцем То есть что я делаю То есть я, например, бегаю Значит, у меня тело такое Я себе создал там картину Расписал, что я буду делать Денежный поток свой расписал вот на столько-то времени И я буду это делать Но ты себя ограничил в свое тело Ты себя ограничил в свою квартиру В свою работу Не знаю, в свой город Это же ограничители Почему ты не выходишь из этих границ? Как ты можешь свой мир состраивать? Ты не можешь в своем мире построить еще один свой мир То есть ты в своем мире Ты делаешь себе загон Что в основном происходит? Что ты делаешь в своем мире себе загон В котором тебе комфортно И вот ты здесь, вот в этом загоне Ты его собрал Посадил тут цветочки Там у тебя бегают животные И вот это вот все говно, которое происходит Ты выбрасываешь за забор Ты его выбрасываешь за свой забор В своем же мире А потом начинаешь удивляться У меня здесь вроде цветы У меня здесь вроде все А так говном пахнет Что же это такое? Потому что ты свой мир разграничиваешь Нужно выходить из этих границ Нужно выходить из этих рамок Твой наблюдатель Наблюдатель твоего мира Все, что происходит в твоем мире Моря, океаны, планеты Другие планеты Это все находится в твоем мире И когда ты научишься мыслить вот так Ты научишься менять свой мир Не свой загон в этом мире А свой мир И это уже другие результаты Это уже про другое Понятно? Из моей практики Когда я нахожусь более двух суток на сухом Без еды и воды То у меня получается спать максимум полтора-два часа Но состояние очень неоднозначно Чувствую себя замученным Это проходит Ну один Вообще двое суток Это ты же находишься Ну смотри Двое суток на сухом Это голодание У тебя Твой организм Ты его помещаешь в состояние стресса Ты помещаешь его в состояние стресса Еще убираешь сон Как твой организм должен себя чувствовать? Ребят, не путайте Когда жизнь без Скажем так С минимальным количеством еды Будем вот так называть Это другой образ жизни Это когда ты живешь И в твоей жизни нет еды Ты можешь поесть, а можешь не есть Это другие состояния тебя Это не про голодовки Это вообще про другое И когда мы будем проходить марафоны Рождение Аватара Прана Фит Я буду там рассказывать Что вы переходили в другой свой мир Выходили из этого загона Ограничений Да, я там буду говорить Какие травки пить Да, я там буду говорить Как раскачивать тело Но раскачивать тело Одновременно раскачивая свою голову Убирая свой загон в своем мире И тогда вы будете понимать Насколько это все просто И все с легкостью делается Для того Чтобы жить вне зависимости от еды Ну захотите, поешьте Ну это будет не первое, второе, третье Компот Это будет Ну самое частое Это раз в день А вообще это Ну блин Ну раз-два в неделю Это нормально для нашего организма И когда я смотрю в своем чате Школа автономов Что там кто-то сказал Ребята, я вот перепробовала И эту голодовку Называя хоть как По факту И эту голодовку И эту голодовку И эту голодовку Мне ничего не помогло Удивительно, почему не помогло Потому что голодаешь, блин И тут ты говоришь Но вот мне другой человек Скинул инструкцию Как еще лучше голодать И там все как стадо И мне инструкцию в личку И мне инструкцию в личку И мне инструкцию в личку Я думаю, боже мой Вот я сижу, говорю На протяжении уже третий год Я говорю, что Ребят Как бы вы не голодали Вы остаетесь голодовщиком Пока вы не начинаете менять сознание Но невозможно бросить курить Переходя на легкие сигареты Вот я уже Вот вместо двух пачек в день Выкуриваю Две пачки в день Легких сигарет Или там вместо двух пачек в день Я выкуриваю одну пачку Ты хоть так, хоть так Курильщик Какая разница Какой марки ты сигареты куришь Сколько ты их в день выкуриваешь Ты курильщик И здесь Скиньте мне инструкцию Как мне перейти На жизнь В другой еде Чтобы я Ощущал себя Не едом Что за бред Вы себя Из одной аскезы Кидаете в другую Вы же разочаруетесь-то в себе Не в голоде Вас начнут раздражать Такие люди, как я Вас уже и так многих раздражает Вы уже и так Мы и то и попробовали И то попробовали И то попробовали Это ничего не работает Поэтому вот она все врет Блин, у меня на ретритах Ребята, когда приезжают После ретритов У них абсолютно другие осознания Они так не скажут А вы, когда Которые хватаете Вот эти вот инструкции И мне инструкцию И мне инструкцию Вы разочаровываетесь в себе Вы из одной аскезы в другой Переползаете Из одного голодания В другое голодание И я же об этом Постоянно вам говорю Но нужно голову менять Это не про это Так, давайте Сейчас почитаю Есть ли причина Почему тянет на выпечку Мочное Помимо паразитов Ну да Нужно смотреть Дилара Возможно Это что-то связано С детством Выпечка Это очень часто Связано с детством С бабушками С какими-то выходными Когда приезжали К бабушке То есть это может быть Какая-то Поверхностная Даже психосоматика Которая решается Абсолютно быстро Либо это Не хватает Не хватает гормона Я не помню Как он называется Гормон Который подпитывается Витамином Вот из серии П Возможно Это нужно смотреть Нужно смотреть Какая выпечка В какое время Что с этой выпечкой связано И тогда уже будем смотреть Когда это выпечка Потому что если эта выпечка Например Очень хочется выпечку Когда ты себя ограничиваешь В чем-то Это одно Тогда нужно смотреть А где эта выпечка У тебя сработала Как расслабляющим элементом Если эта выпечка Как поощряющий Элемент в твоей жизни Это про другое Это нужно здесь копать Если выпечка Она работает как Когда ты находишься В стрессе То это нужно смотреть Почему у тебя Гормональный фон Тогда уже пошел скакать И это уже не про бабушек И не про дедушек Это уже не про психику Это уже про тело Про физику Тут разные моменты Когда пропадает сон Сразу же появляется Огромное количество Свободного времени Чем вы обычно занимаетесь Чем тебя занимаетесь Чтобы не откатываться Обратно в сон Ну и ребят У меня во-первых Несколько проектов У меня очень много Сейчас проектов У меня во-первых Две книги я пишу Во-вторых Помимо ретритов Мы готовимся Мы сейчас готовим проект И не проект Это как гулялка наша Переход в нового себя Скорее всего Возможно запустимся Уже два Первый будет такой Выезд В горы На Красную Поляну 29-30-1-го числа На три дня Ну это получается Как бы два полноценных дня Вот Мы там пойдем в гору Со мной С гидом Естественно Там будет болталка И естественно Я буду вас переводить На какой-либо горе Я буду вас В новое состояние В новую плотность Сейчас Секунду Не знаю Подключится еще раз Или нет Сейчас посмотрим Вот И когда это будет Переход в новую плотность Вы сможете Прочувствовать Вы сможете прочувствовать Что есть два мира И когда вы прочувствуете Что есть два мира Вы поймете О чем я говорю Что в вашем мире Есть вот это вот Чмоканье Чавканье А в моем мире Это не актуально Это не интересно Все то же самое Все то же самое Есть те же магазины Те же продукты Все то же самое Но это не интересно Потому что там плотность другая И если мы успеем организовать То уже 29 сентября Мы уже пойдем туда Вот Потом что еще Мы с сыном Сейчас играем На гитаре Скоро вы увидите ролики Потом у меня У меня есть Два разных направления Танцев Я хожу и на одни танцы И на другие танцы У меня есть растяжка У меня есть гамаки У меня есть бег Мой любимый У меня есть встречи У меня есть съем То есть у меня Я не всегда То что я планирую на день Я не всегда успеваю это сделать И это не касаемо сна То есть сон туда вообще не входит Я не сплю каждый день У меня нет такого Что я прям каждый день Я сплю Нет Я Ну у меня бывают перезагрузки Там два раза в неделю Какие-то по двадцать минут Бывают там по два часа Ну редко бывают по два часа Обычно у меня просто даже Нет желания Столько тратить времени Нет у меня желания Столько Столько времени Чтобы у меня пропадало Вот Поэтому ну у меня У меня очень много физики В течение дня И много других процессов Вот Так Я обратно сплю Мне реально нечем заняться Но если вам нечем заняться То действительно вы будете спать Если вам нечем заняться Вы и есть будете Вы Вы для себя Вы для себя проживаете Существование мира Вы не входите в жизнь этого мира Это другие процессы Они Они не актуальны Они Они скучны Действительно Есть ли какое-то Сообщество Возможно Зум-конференция Или что-то подобное Где можно получить поддержку С кем можно пообщаться По поводу автономии И депривации Именно с тем Кто сейчас в практике Я не знаю Не могу дать В топлинке Можете посмотреть Информацию Что Что Даю я А за кого-то Я говорить не могу Без понятия Да Нужно расширяться До размера вселенной Про расширение Про расширение Это громадное Создание Сознание Будет Господи Все собрала Так Чем шире сознание Тем интереснее Жизнь Я расширяюсь А потом сужаюсь И так и сяк Когда вы расширитесь До определенных До определенных Состояний Вы уже Обратно Не Не сузитесь То есть вы будете Понимать Что это такое И Вас никакими Плюшками Не заманишь Потом в этот мир Вот в такой В обычный Нет Света Света Большое спасибо Спасибо вам За то Что делитесь Я получила От вас Много Как попасть Под видео Под видео Под любым Видео моим Есть Ссылки Телеграм Канала Телеграм Канала Есть в шапке В шапке Ютуба Телеграм Все Каналы Телеграм Вот Потому что Под видео В комментариях Написать нельзя Заблокируют Вот Но Нажимаете там Описание И там Пожалуйста Туда просто Переходите Они абсолютно Бесплатные Просто Присоединяйтесь Там Есть Школа Автономия Где ребята Делятся Своим Опытом Именно Как они Раскачивают Тело Какие Мысли Там Есть Канал Лаврова Светлана Называется Это канал По психологии И там Сейчас я Возобновлю Именно По психологии Эфиры Там Про детей Будем Много Рассказывать Как Справляться Там С разводами Там Еще С чем То есть Вот Эти Вот Видения Буду Свои Открывать Какие-то Житейские Они Обязательные Без них Никак Есть Канал Просветление Просветление Это Как раз Я говорю О выходе Из тела Что Это Такое Как Куда Чего Вот Это Вот Все Есть Закрытый Клуб В закрытом Клубе Это Первые Ребята Которые Узнают Какие У меня Мысли Сейчас Еще В закрытом Клубе Будем Его Немножечко Модернизировать Вот Ну Во-первых Там Постоянно Если Я уезжаю На Ретрит То Я Не веду Никакие Эфиры Стараюсь Не вести Но Я Включаю Всегда Как Минимум На Один Час Каждый День Камеру Ребят Идет Прямой Эфир Наши Наши Обсуждения Наши Болталки Которые Проходят На Ретрите Они Идут И В закрытом Клубе И там Они остаются Их можно будет Просмотреть Если вы не смогли Поучаствовать На эфире Вот И Сейчас Я наверное Сделаю Еще Такое Что в закрытом Клубе Там Будет У нас Обсуждение Какой-то Разбор Один Эфир Будет Один Разбор Кого-либо Вот Потому что Не все Могут Себе Там Например Позволить Консультацию Но есть Ребята Которые Например У меня В клубе Со мной Уже Давно И не Один Год Вот И я Наверное Сделаю Еще Вот Такое Что Будет Разбор Какой-нибудь Ситуации Либо Какого-нибудь Человека Вот И вы Можете Посмотреть Как Это Происходит Вот Так Вот Про Влияние Сладкого На Организм Расскажите Пожалуйста Как Происходит Сладкого На Организм Это Когда Вы Хотите Есть Сладкое Или Когда Вы Едите Что Происходит С Организмом Это Разные Вещи Потому Что Когда Вы Хотите Есть Сладкое То Тут Нужно Смотреть Какое Вас Сладкое Это Всегда Про Финансы Финансы Это Всегда Про Мужскую Линию Мужская Линия Это Всегда Про Сердце Такая Цепочка Которая Никак Не связана С любовью Про Которую Мы Любим Говорят Сладкое Значит Любви Не Хватает Я Вижу Эту Цепочку Абсолютно Про Другое Если Касаемо Что Если Вы Едите Сладкое То Как Это Влияет Сладкое Влияет Это Поджелудочная Железа Поджелудочная Железа Это Наши Гормоны Наши Гормоны Которые Дают Вот эти Сплески Когда Мы Называем Что Не Хватает Любви Что Я Вся Такая Импульсивная Потому Что У меня Либо Нет Любви Либо Любовь В таком То Состоянии Либо В таком То Состоянии Это Интерпретация Как Про Любовь Но По Факту Это Мужская Мужская Позиция Внутри Себя Которая Касаем Материального Мира Которая Касаем Денег Все Что Связано С деньгами Это Сладость Это Вообще Про Другое Я Во сне Ходила Через Стены Каменные Стены Были Типа Голограмма Что Это Было Выход Из Тела Или Иная Реальность Ну Ты Сказал Что Во сне Это Сон Значит Это Был Сон Во сне Кто Спит Кто Спит Как Ты Себя Идентифицируешь Что Ты Уснула Как Ты Себя Идентифицируешь Что Ты Проснулась Какие Моменты Тебе Разрешают Понять Что Ты Спишь Ты Спишь Через Тело Или Через Голову Через Что Ты Себя Ловишь Во сне И Через Что Ты Понимаешь Что Ты Проснулась Через Ощущение Тела Либо Через Восприятие Ума И Когда Ты Поймешь Какие Это Вещи Тогда Ты Будешь Понимать Ты Пришла В Другую Плотность Прощупала Это Либо Ты Просто Провалилась И Мозг Просто Собрал Вот Эту Кашу Которая Была У Тебе В Голове И Выдал Тебе Как Сон Это Разные Состояния Да Ребятки Давайте Если Еще Есть Вопросы Я Еще Поотвечаю Попробую Сегодня Завтра Собрать Вам Ролик Про Красную Поляну Про Горы Чтобы Вы Посмотрели Кто Хочет Кто Сочинцы Кто Близлижайшие Чтобы Было Время У вас Приехать Про Москву Не Забывайте В течение Суток Кто Регистрируется На Московский Ретрит Для Вас Будет Бонусная Программа В течение Этих Суток Кто Зарегистрировался Кто Уже На Московском Ретрите Зарегистрировался Вы Не Переживайте Вам Плюшек Тоже Хватит Но Я Про Них Пока Помолчу Ребята Если вопросов Нет Завтра Среда Завтра Сделаем Прямой Завтра Сделаем В клубе В закрытом клубе Эфир И сделаем Разбор Либо Кто-то Может Присутствовать На Эфире Либо Кто-то Может Задать Свой Вопрос Заранее Кто У меня Из клуба Ребята Напишите Там Какой-нибудь Вопрос И я Его Прям Раскрою Подробно Но Чем Подробнее Вы Расскажете Опишите Тем Подробнее Я его Раскрою Либо Присутствуйте Чтоб Это Было У нас С вами Такой Вот Разговор Это Прям Будет Как Консультативное Консультативное Эфир И вы Посмотрите Как Можно Достать С какой Стороны Можно Достать То Что Вы Не Видите Все Все Ребятки Спасибо Огромное Завтра Не забывайте Эфир Тогда будет В закрытом Клубе Разбор В четверг Мы с вами Встречаемся Здесь же А в пятницу Наверное Мы сделаем В просветление А в субботу По психологии Всех Обняла В четверг Субботу 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 Субботу